На слова пророка Иеремии. Господи, нет человеку пути его, и нет мужа, который пойдет и исправит шествие свое. Иеремия 10.23. 442. Как на вещественном и общедоступном пути одни места бывают ровны и удобны, а другие трудны и неудобны, так и в божественных писаниях одни места сами по себе удобопонятны для всех, а другие требуют большего исследования и труда. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Когда мы идем по ровному пути и удобному, тогда нам не нужна великая осторожность. А когда идем по пути наклонному, узкому, простирающемуся до самой великой горы и с обеих сторон ограниченному пропастями, тогда нам нужна душа бодрая и осторожная, потому что трудность местности не позволяет быть беспечным. Здесь, если кто хотя немного засмотрится и только одна нога поскользнется, все тело падает в пропасть. Если он посмотрит вниз в пропасть, то испытывает головокружение и низвергается. Так и в божественных писаниях. Одни места легкие и удобны для разумения и могут быть проходимы без труда, а другие трудны, неудобны и не так легко могут быть проходимы. Потому всем должно бодрствовать и быть внимательными, когда мы проходим такие места, чтобы нам не подвергнуться крайней опасности. Для того мы иногда и упражняем вас местами легкими, а иногда ведем к труднейшим, чтобы и дать вам отдых от труда и истребить беспечность. Как занимающиеся постоянно легкими делами становятся ленивыми, так принуждаемые постоянно к делам тяжелым изнуряются от труда. Потому нужно разнообразить виды учений и сообщать иногда то, иногда другое, чтобы ум наш не расслабел чрезмерно, а с другой стороны от излишнего напряжения не расторгся и не отказался от труда. Потому мы, недавно беседуя с вами о Павле и Петре и бывшем между ними прении в Антиохии, и показав вам, что кажущееся несогласие их было полезнее всякого мира, вели вас по пути наклонному и трудному. Но когда заметили вашу усталость, то в следующий день перешли к другому, легчайшему предмету. Говорили в похвалу блаженного Истафия, а после него воздали хвалу славному мученику Роману. Причем было у нас блистательное зрелище, великое рукоплескание и много восклицаний. Как человек утомленный, пришедший на луг, радуется и восторгается, не видя здесь никакого труда и изнурения, но отдых, удовольствие, великое душевное спокойствие. Так и вы у меня были тогда в подобном состоянии, после трудов и затруднений, прислушивания о том предмете, перешедших похвалам мученикам, как бы на луг. Вы с великим спокойствием исполнились о радости. Тогда не было ни возражений, ни опровержений, ни нападений, ни отступлений, но без всякого препятствия речь стекла сама собой легко, непринужденно и свободно. Потому она и была блистательна и торжественна, и удостоилась многих похвал. Когда ум слушателя легко следует за беседою, тогда он, исполняясь великого удовольствия, скорее располагается к похвале говорящему. Потому, так как мы дали вам достаточно отдохнуть в эти дни, не предлагая вашей любви ничего трудного и тяжелого, то сегодня опять обратим вас к прежнему упражнению, поведем вас к местам писаний труднейшим и требующим великого внимания, не для того, чтобы утомить вас трудом, но чтобы упражнением сделать вас способными проходить и эти места с безопасностью. И как тогда сначала представлялось некоторое несогласие и прение между апостолами, а когда мы поднялись выше этих скал, то вверху увидели плоды духа, любовь, радость, мир, и труд наш не был напрасен и излишен, но окончился радостью. Так и сегодня по молитвам вашим, я надеюсь, что если с усердием и великим терпением мы совершим предстоящий нам путь и будем в состоянии достигнуть самой вершины, то найдем там все ровным, легким и удобным. Что же предстоит нам теперь? Читанное сегодня из пророка. Стих 23. Иеремия 10. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Вот предмет для исследования. Вы же, как тогда показали усердие, так и теперь, будьте внимательны. Этот предмет не меньше того, но требует еще большего внимания. Почему? Потому что кажущееся несогласие между Павлом и Петром, которое, впрочем, не есть несогласие, было известно немногим. И потому от незнания о нем не могли произойти великого вреда. И это изречение повторяется везде. В домах, на площадях, в селах, в городах, на суше, на море и на островах. И куда ни пойдешь, везде услышишь многих, которые говорят, написано, не во власти человеку давать направление пути его. И не только повторяет это изречение, но прибавляет к нему и другие подобные. Именно говорят, не хотящего, не текущего. И кроме того еще, если Господь созиждет дом, то построит. А если не созиждет, то напрасно трудится созиждущий его. Это делают они для того, чтобы прикрыть божественными писаниями собственные нерадения. И чтобы такими словами лишить нас спасения и надежды. Этим они хотят доказать не что иное, как то, что нет ничего в нашей власти. Все наше погибает, напрасно обещание царства, напрасно угрозы гиенную, напрасны законы, наказания, воздаяния, советы. 444. Для чего увещевать того, кто ни в чем не властен? Для чего обещать тому, кто лишен всякой власти? Как совершивший добрые дела не достоин похвалы, так и согрешивший не подлежит наказанию и мучению, если дела не зависят от нас. Но когда люди будут иметь такое убеждение, то после этого уже никто не станет не держать добродетели, не удаляться от порока. Если теперь, когда мы каждый день возвещаем о гиене, беседуем о царстве, представляем невыносимые мучения, превышающие ум человеческой награды, советуем, увещеваем, употребляем все способы убеждения, едва только некоторые решаются на подвиги добродетели, и едва отстают от греховных удовольствий, то когда отсечешь и этот священный якорь, не потонет ли весь корабль, и не погибнут ли все, совершенно погружившись в волнах, не будет ли ежедневно множества кораблекрушений? Ни о чем. Подлинно ни о чем так не старается дьявол, как убедить душу человеческую в том, что она ни за грехи не подлежит наказанию, ни за добрые дела не достойна похвал и венцов, чтобы и у ревностных ослабить руки, и охладить усердие, и в беспечных усилить малодушие и увеличить нерадение. Потому нужно внимательно слушать то, что говорится. Будет пропасть и бездна с обеих сторон, если мы станем читать эти изречения без внимания. Что же нам сказать? Неужели пророк сказал неправду? Но это небезопасно. Пророк не говорит неправды, потому что он изрекает глаголы Божии. Итак, пророк не сказал неправды, и следовательно, дело не в нашей власти. И дела наши в нашей власти, и пророк не сказал неправды. Мы докажем и то, и другое, если будете внимательны. Я для того и показал пропасть с обеих сторон, чтобы мы со вниманием проходили предстоящий нам путь. Мы исследуем не только это и изречение. Знаю, Господи, что не волит человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим, но и весь ход речи, о ком оно сказано, кем, кому, для чего, когда и как. Недостаточно сказать о чем-нибудь, что оно написано в Писаниях, и не должно прямо, выхватывая слова и отрывая члены от тела богодухновенных Писаний, брать их отдельно и без взаимно их связи и произвольно, и безотчетно искажать их. Таким образом вошли в нашу жизнь многие неправые мнения, по действию дьявола, который научает людей беспечных, превратно толковать заключающиеся в Писаниях, и прибавляя или убавляя, помрачать истину. 445, том 6. Потому недостаточно сказать о чем-нибудь, что это написано в Писании, но должно читать в целой связи речи, потому что если мы будем разрывать совокупность и связь изречений между собой, то произойдут многие дурные мнения. Например, в Писании сказано «нет Бога». И еще «Отопни лицо свое, что не видит до конца?» И еще «Бог не зыщет». Что же, скажи мне, разве нет Бога? Разве Он не видит земных дел? Кто дернет сказать это или выслушать? Между тем это написано в Писании, но узнай, как написано. «Сказал безумец», — говорит Он, «сердцу своем нет Бога». Это мысль и суждение не Писание, но ума безумца. Писание высказало не свое мнение, а передало мнение другого. И еще «Чего ради, — говорит оно, — прогневали нечестивые Бога?» Сказал сердце своем, не взыщет, отвратил лицо свое, чтобы не видеть до конца. И здесь опять Он излагает мысль и суждение человека нечестивого и развращенного. Так и врачи имеют обыкновение, беседая с здоровыми, говорить о проступках людей больных и безумных, чтобы сделать первых более осторожными. Так как здоровье души есть благочестие, а болезнь и крайний недуг ее — неведение о Боге, то Писание излагает слова нечестивых для того, чтобы мы не просто слушали, но и сами воздерживались. Оно говорит о том, что сказал безумный, чтобы ты сделался благоразумным и не допускал таких слов. говорит о том, что сказал нечестивый, чтобы ты убегал в нечестие. Притом не только должно не разрывать связи речи, но и приводить изречение Писаний в целости и ничего не прибавлять к ним. Многие повторяют и некоторые другие места из Писаний, превратно толкуя их. Написано, говорят, если ты разжигаешься, то женись. Но нигде этого не написано таким образом. А как именно, сказано, посмотри, безбрачным же, говорю, и вдовицам, хорошо им оставаться как я. Если же не могут воздержаться, то пусть женятся, ибо лучше жениться, нежели разжигаться. Разве не то же самое, говорят, заключается в словах, если ты разжигаешься, то женись. Если бы даже то же самое значились слова, если ты разжигаешься, то женись, и тогда не следовало бы отрывая их, искажать целое изречение Писания и передавать мысли Писания собственными словами. Но здесь мы найдем и великое различие. Когда ты просто говоришь, если разжигаешься, то женись. Тогда даешь позволение всем решившимся пребывать в девстве в случае пробуждения похоти, нарушать завет с Богом, перебегать в брачное состояние и забывать прежний обет. 446. Но когда ты узнаешь, кому говорит это Павел, именно не всем вообще, но тем, которые еще не дали обета, тогда ты можешь уничтожить такое вредное и гибельное позволение. Говорю, говорит апостол, безбрачным и вдовицам, не давшим обет вдовства, но еще не решившимся ни на то, ни на другое, а находящимся в некотором среднем состоянии между тем и другим намерением. Например, если какая-нибудь жена лишилась мужа, и еще не рассудила в самой себе и не решила, остаться ли ее во вдовстве или вступить во второй брак. Такой, говорит он, я внушаю, что лучше оставаться так. Если же она не может переносить этого бремени, то пусть вступает в брак. Но те, которые уже определили себя и записали звание вдовицы, заключили завет с Богом, уже не властны, говорит, вступать во второй брак. Потому, когда пишет о них в послании к Тимофею, он и говорит так, молодых же, вдовицы, не принимай, ибо они расцвирепеют против Христа и желают выйти замуж и отвергаются первой веры. Видишь ли, как здесь он укоряет и наказывает их и признает достойными суда и осуждения за то, что они нарушили завет с Богом и изменили обету. Таким образом, отсюда видно, что приведенные изречения относятся не к давшим обет. Потому должно не просто произносить его, но знать и те лица, к которым обращается Писание. Подобным образом повторяет другое изречение, не искажая состава его, но прибавляя к нему еще нечто ненаписанное. Такова злоба дьявола, что он или прибавлением, или убавлением, или извращением, или перетолкованием предмета вводит пагубные мнения. Какое же это изречение? Мое серебро, говорит Бог, и мое золото, и кому хочу, дам его. Аггея 2.9 Здесь одно сказано, а другое не сказано в Писании, но прибавлено от вне. Слова мое серебро, и мое золото, сказал пророк. А слов, и кому хочу, дам его, не находятся, но они повторяются по невежеству многих. Какой же от этого происходит вред? Многие злодеи, обманщики, развратники, такие люди, которые недостойны даже видеть это солнце, не жить, не дышать, наслаждаются великим благоденствием, извращая все, расхищая домы вдовиц, грабя сирот, обижая низших. Потому дьявол, желая убедить людей, что всякое богатство происходит свыше, дается от Бога, дабы через это произвести великую хулу на Господа. Взяв из Писания изречения мое серебро и мое золото, прибавил к нему другое, которого нет в Писании, и кому хочу, дам его. Не так говорит пророк Агей. Когда иудеи возвратились из земли иноплеменников и хотели восстановить храм и привести его в прежнее благолепие, но затруднялись, потому что были окружены врагами, находились в великой бедности и не видели ниоткуда никакой помощи. Тогда пророк, желая возбудить в них добрые надежды и убедить, чтобы они не сомневались в окончании, говорит от лица Божия, «Мое серебро и мое золото, и будет слава в дом сего последнего более, чем первого». Но скажешь, как это относится к предмету? Отсюда следует, что не должно приводить изречение Писаний просто, не должно расстраивать последовательность и разрывать связь речи и выхвата изречений отдельной и без связи с последующими или предыдущими, не безрассудно перетолковывать и извращать их. Подлинно. Не безрассудно ли в судилище, рассуждая о предметах житейских, представлять все основания, указывать и на место, и на время, и на лица, и на причины, и на многое другое. А когда у нас идет дело о жизни вечной, приводить места из Писаний просто, и как случится. Писарский закон никто не станет читать просто, и как случится, но если не скажет о времени, не укажет ни законодателя, не произнесет его в подлиннике и в целости, то осуждается, подвергается крайнему наказанию. А мы, читая не человеческий закон, но принесенный свыше, с небес, будем позволять такую беспечность, чтобы разрывать его члены и части. Достойно ли это какого-нибудь оправдания и прощения? Может быть, я чрезмерно распространил речь, но не напрасно, а для того, чтобы отклонить вас от дурной привычки. Не будем же тяготиться, пока не дойдем до конца. Мы созданы не для того, чтобы только есть, пить и одеваться, а чтобы избегать порока и держаться добродетели, руководясь божественным любомудрием. А что действительно мы созданы не для того, чтобы есть и пить, но для других, гораздо высших и лучших целей. Послушай самого Бога, который представляет и причину, почему Он создал человека. Создавая его, Он сказал так, сотворим человека по образу нашему и по подобию. 448. Но мы уподобляемся Богу не тогда, когда едим, пьем и одеваемся, потому что Бог не ест, не пьет, не одевается, а тогда, когда делаем правду, показываем человеколюбие, бываем добрыми и кроткими, оказываем милосердие к ближним, упражняемся во всякой добродетели. Есть и пить это у нас общее с природой бессловесных, и эти мы нисколько не лучше их. В чем же наше преимущество? В том, что мы созданы по образу и по подобию Божию. Итак, не будем тяготиться, беседуя о добродетели, но, предложив пророческое изречение, тщательно исследуем его и посмотрим, кто высказал его, о ком, когда, кому, в каких обстоятельствах, и вообще разберем все, что может послужить к его объяснению. Высказал это пророк Иеремия, но не о себе, а молясь о других, об иудеях, неблагодарных, бесчувственных, неисправных, достойных осуждений и крайнего наказания, о которых Бог говорил так, не молись о людях сих, ибо я не услышу тебя. Некоторые утверждают, что это сказано о Навуходоносове, когда этот иноплеменник вознамерился напасть на иудеев, уничтожить их в город, взять их, отвезти в плен, когда пророк, желая убедить всех, что он овладеет городом не собственной силой и могуществом, но за их грехи по попущению Бога, который управляет войною, и ведет его в свой город, и сказал так, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Смысл слов его следующий. «Этот путь, по которому идет теперь неприятель, чтобы напасть на нас, не от него и не от него зависит эта война и победа. Но если бы ты не предал нас в руки его, то он не одолел бы нас, не победил бы. Потому, — говорит, — прошу и умоляю, когда уже угодно тебе, совершить наказание не без меры, накажи нас, но не во гневе и не в ярости». Иеремия 10.24. Но так как некоторые не соглашаются на это, утверждают, что здесь говорится не об иноплеменнике, а вообще о природе человеческой, то необходимо отвечать и им. Что же сказать им? То, что пророк молился за людей грешных, за которых молиться было часто запрещаемо. Потому он наперед заставляет плакать самый город, так как Бог постоянно говорил «не молись за них», то он наперед представляет город просящим о человеколюбии, чтобы отсюда получить некоторый предлог и справедливый повод к молитве за них перед Богом. Обращает речь к городу и говорит «Горе в сокрушении твоем, болезненная язва твоя». Иеремия 10.19. «Горе вне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих. Ибо пастыри сделали бы смыслными, и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стало стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустынью жилищем шакалов». Далее, когда тот, то есть город, оплакал собственное несчастье, он, пророк, говорит «Господи, не во власти человека давать направление стопам своим». Что же, вследствие плача скажешь, он ввел пагубное мнение во Вселенную, отнимая у нас свободой, утверждая, что дела не зависят от нас? Нет. И среди плача он вне такой опасности. Сказав, не во власти человека, путь его, он не замолчал, но прибавил, и не от мужа, не во власти идущего давать направление, стопам своим. Смысл слов всего следующий. Не все зависит от нас, но иное от нас, а иное от Бога. Избирать лучшее, желать, стараться, предпринимать всякий труд, это зависит от нашей воли. А доводить свои желания до конца, не допускать падений, достигать успеха в делах, это зависит от высшей благодати. Бог разделил с нами добродетель, не все предоставил нам, чтобы мы не возгордились, и не все взял на себя, чтобы мы не впали в беспечность. Но оставив немногое нашим трудам, большую часть совершает сам. А что действительно, если бы все зависело от нас, тогда многие возгордились бы и предались бы высокомерию. Послушаем, что говорил фарисей, какую впал он гордость, как превозносился и ставил себя выше всей вселенной. Потому Бог сделал, что не все зависит от нас, но предоставил нечто и нам, чтобы иметь благовидный повод справедливо увенчать нас. То же он объяснил и той притчей, в которой говорит, что господин, нашедший людей в одиннадцатый час, послал их работать виноградники. Что могли они сделать в одиннадцатом часу? Но для Бога достаточно было этого краткого времени, чтобы дать им полную награду. А чтобы ты убедился, что пророк говорит истину и не отнимает у нас свободы, но любомудрствует здесь. Об окончании дел выслушай дальнейшие слова его. Сказав не во власти человека, он далее добавляет, наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. 450. В самом деле, что может быть несправедливее того, чтобы наказывались те, которые невластны в делах своих, и чтобы подвергались осуждению люди, которых путь и жизнь находятся не в их власти. Таким образом, когда он является молящим Бога о том, чтобы наказание их не было слишком жестоко, то выражает не что иное, как то, что они достойны осуждения и наказания, а это показывает не что иное, как свободу их воли. Если бы они не были властны в делах своих, то не нужно было бы и просить, чтобы они подверглись более легкому наказанию, и даже совершенно наказывать их. Или лучше не нужна была бы и просьба, потому что Бог не имеет нужды в чьей-нибудь просьбе о том, чтобы он не наказывал невинных. Но что я говорю Бог, когда не делает этого и человек благоразумный? Итак, когда пророк является просящим за иудеев, то очевидно, что он просит за грешников. А грех бывает тогда, когда мы, имея власть, не приступать к закону, приступаем его. Из всего этого видно, что наши добрые дела зависят и от нас, и от Бога. Таково и следующее изречение «не хотящего, не подвязающегося, но от Бога милующего». Для чего же, скажешь мне, стремиться, для чего хотеть, если не все зависит от меня? Для того, чтобы хотением и стремлением привлечь к помощи благословения Божия, чтобы он оказал содействие, простер свою руку и довел до конца. А если ты оставишь это и перестанешь хотеть и стремиться, то и Бог не прострет своей руки. Но отступит и он. Откуда это известно? Послушай, что говорит он Иерусалиму. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, и вы не захотели. Вот оставляется дом ваш пуст». Видишь ли, как и Бог отступил за то, что они не хотели. Потому нам нужно и хотеть, и стремиться, чтобы приобреть благоволение Божие. Это и пророк говорит, то есть, что успешное окончание дел зависит не от нас, от помощи Божией, но избрание зависит от нас и от нашей воли. Итак, скажешь, если окончание дела зависит от помощи Божией, то я, не окончив дело, не должен подлежать никакому обвинению. Когда я сделаю все со своей стороны и покажу желание и изберу и приступлю к делу, но тот, от кого зависит окончание, не поможет мне и не простет своей руки, то я свободен от всякого осуждения. Нет, не так. Быть не может, чтобы Бог оставил нас, когда мы хотим, избираем и решаемся. Если Он внушает и советует нежелающим, чтобы они пожелали и захотели, то тем больше Он не оставляет решающихся. Посмотрите на древние роды, говорит Премудрый, и увидите, кто веровал в Господа и постыдился, или кто прибыл в страхе его и был оставлен. Сирахов 2.10 Так же и Павел говорит, а надежда не постыжает. То есть упование на Бога. Невозможно, чтобы не достиг конца тот, кто надеется на Бога всей душою и исполняет все со своей стороны. И еще верен Бог, который и не допустит быть вам искушаемыми сверх меры, но при искушении подаст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Потому и предлагает один мудрый муж такие увещевания. Чадо, если приступишь трудиться для Господа, то приготовь душу твою к искушению, прав сердце твое и потерпи, и не скор будь во время наведения, прилепись и не отступай. Сирахов 2.1 И в другом месте предлагается увещание, претерпевший даже до конца спасется. Все это правила, законы и неизменное определение. В душе нашей должно быть твердо внедрено, что невозможно, чтобы кто-нибудь, прилагающий старание, пекущийся о своем спасении, исполняющий все со своей стороны, был когда-нибудь оставлен Богом. Не слышишь ли, что говорит Господь Петру? Симон, Симон, Сколько раз просил сатана сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Когда он видит, что бремя превышает наши силы, тогда простирает свою руку и облегчает искушение. Но когда видит, что мы по собственной беспечности и лености теряем собственное спасение и не хотим спастись, тогда он отступает и оставляет нас, потому что он не употребляет насилие и не принуждает. И как поступал в учении, так поступает и здесь. Как там, не желающих слушать и отходящих, он не принуждал и не заставлял, а внимательным разрешал неясное и притчи делал непонятными, так точно и в делах. Людей беспечных и не желающих, он не принуждает и не заставляет, а добровольно решающихся привлекает с великой силою. Потому Петр и говорит поистине, узнаю, что во всяком народе, боящийся Бога и делающий правду, приятен ему. И пророк внушает то же самое словами, когда говорит, если захотите и послушайте меня, то будете есть благо земли, а если же не захотите и не послушайтесь меня, то меч пожрет вас. Исайя 1.19 Итак, зная это, зная, что от нас зависит хотеть и стремиться, и что хотением и стремлением мы привлекаем к себе Бога на помощь, а привлекшие его достигаем до конца дел, восстанем возлюбленные и покажем всю ревность ко спасению нашей души, что потрудившие здесь малое время в нескончаемой и бессмертной жизни достигнуть нам вечных благ, которых да сподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со святым духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 452. Объяснение того, что неясность пророчества о Христе и язычниках и отпадения иудеев полезна. Сегодня хочу предложить вам пророческую трапезу и приготовляюсь вывезть слово в море мудрости Исаия. Но что будет со мною? Я недоумеваю и боюсь, чтобы вышедший из приста, не вступив в глубину пророческих мыслей, мы не потерпели головокружение, какое испытывают неопытные мореплаватели. Те, когда покинут землю по ту и другую сторону корабля, увидят морскую бездну и ничего более, кроме и моря и неба, впадают в болезненное помрачение и думают, что корабль их кружится вместе с морем. Но такое головокружение происходит не от свойств моря, а от неопытности плавателей, потому что другие плаватели даже с обнаженным телом прямо бросаются в волны и не испытывают ничего подобного, но погрузившись в самую глубину пребывает там в большей безопасности, нежели в какой находящейся на суше. И хотя соленая вода проникает и в устах и в глаза и во все тело, они не беспокоятся. Таково благоупражнение, таково зло, неопытность. Так первое научает презирать и страшное, а последнее заставляет бояться и подозревать опасность и в безопасном. Одни сиди на высоких скамьях корабля и испытывают головокружение и от одного зрелища море, а другие не смущаются и среди самых волн. Тоже бывает и с нашей душой. И на нее часто нападают волны страстей, которые свирепи морских волн, как, например, буря гнева, неиспровергающая сердце, и ветры злой похоти, производящие в душе великое смятение. Когда начинается буря гнева, то неопытный и неискусный тотчас смущается, теряется, приходит замешательство и оставляет душу утопать в страстях и подвергать кораблекрушению. А опытный и научившийся мужественно переносить это, поставив свой разум над страстями, как бы кормчиво при руле, не прежде перестает употреблять все усилия, как когда приведет ладью в спокойную пристань любомудрия. Что бывает на море и что происходит в душе, тоже случается и при изъяснение писаний. Неизбежно смущение и тревога, когда мы войдем в это море. Не потому, чтобы самое море было страшно, но потому, что мы пловцы неопытные. А что действительно речь по своему свойству легкая и бывает трудной по неопытности слушателей. Свидетелем этого представлю вам Павла. Он сказал, что Христос был предосвященником по чину Мелхиседекову и, следуя, кто этот Мелхиседек присовокупил и об этом много не будем говорить, потому что вы сделали неспособны слушать. Что говоришь ты, блаженный Павел, Евреям 5.11? Неужели оно неудобо и изъяснимо для тебя, обладающего духовной мудростью, слышавшего неизлеченные глаголы, восхищенного до третьего неба? Если оно неудобо и изъяснимо для тебя, то кому же оно понятно? Для меня, говорит, оно неудобо сказуемо, не по своей трудности, но по немощи слушателей сделалось трудно изъяснять, потому и сказал, трудно изъяснить, он присовокупил, потому что вы сделали неспособны слушать, видишь ли, что не от свой слова, но от неопытности слушателей нетрудное делается трудным и не только трудным, но и обширным, краткое слово делается от той же причины, поэтому он и сказал, что оно не только неудобо сказуемое, но и многое, указывая причину и обширности и трудности его в немощи слушателей. Как больным не надо предлагать скудные и наскоро приготовленные трапезы, но нужно приготовлять разные кушани, чтобы больной если не хочет взять одного, взял другое, если не понравится ему, то принял бы иное, если отвергнет и это, взял бы за прочее, и чтобы таким различием ясно нам победить его недовольство и разнообразие трапезы уврачевать, мрачное его настроение. Так часто нужно поступать в отношении к духовной пище. Когда мы немощи, то нужно приготовлять речь обширную и разнообразную, в которой были бы и сравнения, и примеры, и доказательства, и описания, и многое другое подобное, чтобы из всего этого нам легче было выбрать полезное. Впрочем, хотя апостолу предстояло слово и обширное, и неудобо и изъяснимое, он не лишил своих слушателей учения мелких сведерекий, но сказал слово много и неудобо сказуемое, он возбудил их ревность, чтобы они сделались более усердными к слушанию, а предложив трапезу, удовлетворил их желанию. 454. Так поступим и мы. Хотя море пророков беспредельное, и много там пучин, однако с опасностью жизни пустимся в это море по мере наших сил. Лучше же по мере не наших сил, но дарованное нам свыше благодати. Осмелимся войти в это море не по нашему дерзновению, но для вашей пользы, подражая и в этом Павлу. А что он не лишил их слова, мелхиседеки, выслушав следующее, сказав, о чем сделав неудобно и говорить, он присовокупил всеми мелхиседек, царь правды, а потом и царь Салима, который есть царь мира, без отца, без матери, без начала и без конца дней, не имея начала жизни, уподоблен Сыну Божию и пребывает священником всегда. Не смутил ли слуха вашего Павел, беседуя о человеке и говоря без отца, без матери? Ну что я говорю о человеке? Если бы это было говорено и о Христе, то и тогда не подало бы нам повода ко многим вопросам. Ведь если он без отца, то как он сын? Если без отца, то как единородный? Сын должен иметь отца, иначе он не был бы сыном. Ну а сын Божий без отца и без матери. Каким образом? Без отца по земному рождению, без матери по небесному, потому что ни на земле он не имел отца, ни на небе матери. Без ричта рода, то есть без известной родословной. Пусть выслушат это те, которые производят исследование о существе его. Некоторые думают, что слова без родословной сказаны о небесном его рождении. Впрочем, одни из веретников не допускают даже этого. И о том рождении они производят разыскание и исследование, а другие более скромные соглашаются относить эти слова к тому рождению, но не думают, что выражение без начала дней, без конца сказано было о земном рождении. Да каждым же Павел сказал это о том и другом рождении, и о небесном, и о земном. Подлинно и то изумительно, и это таинственно. Потому Исаии говорит, род же его, кто изъяснит. Но это говорят сказано о том, о небесном рождении. Что же мы ответим Павлу, который сказал об обоих рождениях и потом уже присовокупил без родословия, сказав сначала без отца, без матери, он потом прибавил без родословия, чтобы ты уверовал, что Христос не имеет родословия, не только по тому рождению, по которому он без матери, но и по тому, по которому он без отца, то есть по земному. Поэтому апостол упомянул о том и другом рождении, о том и сказал без родословия. Ведь и это земное рождение его непостижимо для того, чтобы на том мы не смели даже взирать. Если преддверие храма так страшно и недоступно, то как покусится кто-нибудь войти во святилище? То, что сын Божий родился от отца, я знаю, но как не знаю. То, что он родился от девы, я знаю, но образа рождения даже и здесь не постигаю. Рождение его по тому и другому естеству исповедуется, но относительно образа того и другого рождения умолчено. И как здесь в отношении к деве, так хотя я не знаю, как он родился от девы, однако исповедую, что он родился, и не отвергаю самого события по незнанию способа рождения, так поступи ты в отношении к отцу, хотя ты не знаешь, как он родился, но исповедую, что родился, если Иеретик будет говорить тебе, как сын родился от отца, ты не изведи мысль его на землю и скажи ему, сойди с небес и покажи, как он родился от девы, и тогда спрашивай о том, удержи его и обуздай, и не позволяй ему ни убежать, ни уклониться, ни в лабиринтум о заключении, но удержи поразине рукою, а словом, и не давай ему делать риторических развлечений из вороток, каких он желает, оттого иеретики и приводят смущение тех, с кем рассуждают, что мы следуем за ними и не подводим их под законы божественных писаний, и так окружи его со всех сторон спиною свидетельствами из писания, и он не в состоянии будет и уст открыть, скажи ему, как Христос родился от девы, я не отступлю и не отстану, он не мог бы выяснить способы этого рождения, хотя бы употреблял тысячи усилий, потому что когда Бог заключит, кто отверзит, такие дела приемлются только одною верою. Если же ты не удерживаешься, но требуешь умственных доказательств, то скажу тебе то, что Христос сказал Никодиму, что если я сказал вам о земном и не верю, то если скажу о небесном, кто поверует и сказал о рождении от девы, и ты не знаешь и не смеешь уст открыть. Как же ты хочешь исследовать небо, впрочем, о, если бы ты усилился постигнуть только небо, а не владыку небес, если сказал я вам о земном и не верите, не сказал не убеждайтесь, но не верите, показывая нам, что и земное требует веры, если земное требует веры, то гораздо более небесное. Между тем, когда он беседовал с Никодимом о рождении гораздо меньшем, именно речь была о крещении, о духовном возрождении, и однако говорил, что и это может быть принимаемо только верою. Земным же он назвал это не потому, чтобы оно было земное, но потому, что оно совершается на земле, и в сравнении с небесным рождением, неизреченным и превосходящим всякий ум, оно земное. Итак, если невозможно знать, как я возрождаюсь от воды, но должно принимать это одной верой и не исследовать способу, то какое было бы безумие усиливаться человеческими соображениями постигнуть небесное рождение единородного сына и требовать объяснений способа, каким совершилось это рождение 456. Впрочем, уже достаточно показано, каким образом единородный сын Божий без отца и без матери и как он не имеет родословия по тому и другому рождению. Теперь возвратимся к своему предмету. Отложив беседу о Мелхиседеке до другого дня и усилием внимания, намереваясь слушать пророческие притчи. Пророческие изречения бывают притчем подобны. Много трудного в Ветхом Завете и неудобно понятны эти книги, а Новый Завет яснее и удобно понятнее. Почему же скажешь это так устроено, хотя в Новом Завете говорится о предметах более важных, о Царстве Небесном, о воскресении и тел, о невеснимых благах, которые даже выше ума человеческого. Итак, какая причина того, что пророчество не ясно? В них предсказывается иудеям много бедствий и то, что они будут отвергнуты, а мы будем приняты. И то, что храм их будет разрушен и боли уже не восстановится, а Иерусалим падет и будет доступен для всех. И то, что иудеи соделались с китайцами, рассеется по всей вселенной и лишившись города, не будут более иметь и древнего гражданского устройства, но все прежнее будет у них отнято. И пророчество, и жертвы, и священство, и царство. И не только об этом, но и о многом другом подобном предсказывали пророки, помещая в своих книгах множество прискорбных сказаний, потому, чтобы иудеи, ясно услышав об этом вначале, не умертвели говоривших, эти прикрыли свои предсказания неудобовразумительными и оставили события в великой темноте, чтобы неясность сказанного доставила безопасность их говорившим. А откуда это известно? Ведь мы должны представить и доказательства, хотя беседуем и среди друзей, потому что, может быть, здесь есть много и не из числа друзей, пусть же они узнают это, что и они сделали с друзьями. Я сказал, что если бы иудеи услышали о бедствиях, которые имели постигнуть их, и о том, что Иерусалим будет разрушен за Христа и разрушен навсегда и безвозвратно, если бы они ясно услышали об этом от пророков, то сейчас умертвели бы говоривших об этом, откуда же это известно? прежде всего из самых нравов иудеев, потому что они были неистовы и звероподобны. Это народ, всегда жаловавший крови пророков, руки их навыкли к убиению святых, в этом укоряет их великий Илья, когда говорит Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Так же и Христос говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивавший пророков, и камнями побивавший посланных к Тебе. Согласно с этим Исаия, обличая их, вызывал, руки ваши полны крови. И в свою очередь Христос говорит, если отцы ваши избивали пророков, а вы созидаете гробы пророческие, исполняйте же меру отцов ваших. Видишь, как и Господь, и рабы, свидетельствуют о склонности иудеев к убийству. Что же значит исполняйте меру ваших отцов? Убейте, говорит, и меня, прибавьте к крови рабов и убиви не Господа. Хотя они убили множество людей, но все это были подобные им рабы. Когда простерли руку на владыку, мера исполнилась и справедливо. Пока они не умертвили Господа, то еще имели нужду на спасение и могли ожидать, что Агнец Божий придет и возьмет грех мира. Но когда убили врача, попрали самую жертву умилостивительную и отвратились от пришедшего отпустить грехи, тогда уже потеряли всякую надежду. Потому он и говорит, наполняйте же меру отцов ваших. Так скажешь. Многими свидетельствами доказано, что они убийцы и нечестивцы. Но откуда видно, что они не пощадили пророков, если бы услышали, что Иерусалим будет разрушен, что законы прекратятся, что Ветхий Завет отменится, хотя это весьма ясно и сказанного, но я представляю еще более очевидные доказательства из самых Писаний. Если когда они слышали пророка, который говорил, что Иерусалим подвергнется временному разрушению, то вместо того, чтобы раскаять и отклонить от себя гнев Божий, они изливали ярость свою на такого пророка. А что это правда, выслушай из самой истории. Некогда персы осаждали их город, и войска иноплеменников окружала его. Опасность не была неизвестная, но город Иерусалим находился тогда уже среди сети, так как враги все были вооружены и стояли кругом. Однако несмотря на столь явную опасность, когда Иеремия пришел и сказал им, что город будет предан в руки халдеев, и тогда как это не было даже пророчеством, потому что они собственными глазами видели имевшее случиться, тогда как он сказал явное и очевидное, эти нечестивые, бесчувственные и неблагодарные к благодетелям пришли в такое неистовство, что сошли его за предатели и губители города, и сказали, что расслабляют руки народа сего, Иеремия 384. Между тем он ободрял, возбуждал в них ревность и обращал к Богу, ограждая их несокрушимой и непреодолимой стеною. Но они, не подумав ни о чем этом, требовали его смерти. И такая награда всегда вот такими воздавали они своим благодетелям. И хотя царь простил, они не перестали неистовствовать, но не имея власти умертвить пророка, ввергли его в грязный ров. 458. Если же они не выносили известия о временном пленении, то как выслушали бы предсказания о всегдашнем рабстве? если когда Иеремия сказал вы будете отведены в Вавилон, они не могли терпеливо слышать это, но наказали говорившего, то когда бы услышали от пророков не Вавилон вы будете отведены, а будете рассеяны по всей вселенной и уже впредь не возвратитесь, не выпили ли бы они даже и кровь говорящих? Если же и это еще кажется догадкой, то я представлю вам ясное доказательство, что небезопасно было говорить им о будущем, то есть о нашей чести об их отпадении. Жастош, скажи мне, побили камнями Стефана накяток мучеников? Нет ли они поставили ему вину и говорили, что человек сей говорит хульные слова? Он сказал, говорили, что Иисус разорит храм сей изменит обычаи, которые предал Моисея, и зато побили его камнями. Если же тогда они не могли терпеливо слышать этого, когда уже обстоятельства удостоверяли их в том, то как они стерпели бы пророков, предсказывавших об этом? Ты слышал, возлюбленный, что за слова о храме и изменении обычаев они побили камнями Стефана? Послушай, как тоже они поставили вину и Христу? Сей говорили они сказал, разручьте храм сей, я в три дня видишь ли, как всегда разрушение храма и изменение обычаев возбуждало в них гнев? Потому пророки хотя и говорили об этом, но не говорили ясно. Зато они хотели убить и Павла, что он убеждал их переменить обычаи. Откуда это известно? Видишь ли, брат, говорили ему, сколько тем есть иудеев уверовавших, и все они наслышались о тебе, что ты учишь отступлению от закона. Верующие не могли терпеливо слушать учения об отступлении закона. Как же еще неуверовавшие могли бы терпеливо слышать, что закон прекратится? Таким образом, то, что иудеи умертвили бы пророков, если бы они ясно предсказали что-нибудь подобное, мы доказали свидетельствами и блаженного Иеремии, и первомученика Стефана, самого Христа и апостола Павла. Всем они ставили вину одно и то же и за это умершляли их. А что они сожгли бы и самые книги пророческие, если бы знали говоримое в них, и это я постараюсь доказать одним историческим событием, которое сокровенно для вас, но тот сейчас будет весьма ясно, потому что так я постараюсь изложить его. Какое же это событие? Послушайте. И в лето четвертое Иакима, сына Иосина, царя Иудейского, сказал Господь Керемии, напиши все слова, которые я сказал тебе о дне Иосии до сего дня. Иеремии 36. То есть все бедствия, которые я думаю причинить им. Посмотри, как человеколюбив и попечителен Бог, так как они не хотели терпевело слушать моих угроз, по частям, то собери, говорит, все это и увелись в страх, чтобы хотя таким образом они справились. Припомните обещания. Мы предположили доказать, что они истребили бы и самые книги, если бы сознавали все, что сбылось ныне. Когда услышат злое, ведь надо надержаться истории, то я, помышляя сотворить им, да отвратятся от пути своего злого. Иеремия 36.3, когда говорит Бог, неужели скажи мне, он не знает будущего? Разве не знал, послушают ли они тот, кто знает все прежде бытия, испытывает вся саи утробы, судит желания и помышления перед очами которого все обнажено и открыто? Почему же он говорит, когда услышит? И это нужно вам знать ради тех, которые обвиняют единородного в незнании, вот и отец употребляет выражение свойственное незнающему, потому что слово «если» свойственно незнающему, между тем он не знает, поэтому когда ты слышишь и сына говорящего что-нибудь подобное, то разумеи в том же смысле, потому что как сын он во всем подражает отцу. Но отложим до времени эти споры, чтобы нам не уклонить от настоящего предмета. Теперь же скажем, для чего же говорит, когда услышит? Если бы он сказал, что они послушают, без этого не гли, если, когда, то это было бы ложно, потому что они не хотели послушать. Если же он сказал бы правду, что они не послушают, то он опрасно и посылал бы пророка к тем, которые не послушают. И не по этому только, но и для того, чтобы предведение его не было сочтено какой-либо необходимой причиной непослушания. Употребил он неопределенные выражения «не послушают ли», чтобы кто-нибудь не сказал «Бог предрек». И непременно так должно было исполниться, как говорят и об Юде. Господь предсказал, говорят, что он будет предателем. И потому он сделался предателем. О, безумие! О, безстыдство! Нет, человек, не предведение Божие бывает причиной зла. Да не будет. Оно не бывает необходимой причиной имеющего случиться. Но есть только предведение. Не потому Иуда сделался предателем, что Христос предсказал об этом, но потому Христос и предсказал, что он имел стать предателем. Потому и здесь, чтобы не говорили, будто Бог сказал, что они не послушают, заградил им пути к покаянию. Он предварительно отклонил этот предлог их и сказал пророку, не послушают ли? 460. Припомните обещание. Я для того часто напоминаю вам об этом, чтобы вы между тем, как я говорю, соприкосновенных предметах, не забыли предложенного нами в начале главного предмета. Какой же был этот предмет? Тот, что если бы иудеи знали, что с ними случится постигшее их бедствие, то есть те бедствия, которые терпят они теперь, то истребили бы самые книги и не пощадили бы даже и божественных писаний. Но возвратимся к истории. И Еремий, выслушав это, призывает ученика свою варуха, сына Нириена, и говорит ему, спеши в книгу все, имеющие постигнуть их бедствие. Что это значит? Бог повелел тебе, а ты посылаешь ученика. Не рабеешь ли ты? Не беспокоишься ли? Не боишься ли? Если ты боишься, то как осмелится ученик? Но ничего такого не было здесь. Здесь же приводится и причина. Сказав напиши и прочитай, Еремей прибавил, потому что я содержусь в темнице. О, великодушие! Он был в темнице и не оставлял пророчества. Обратим внимание на мужество праведника и любомудрее души его. Он не сказал себе столько огорчений постигло меня за эти смелые речи. Бесчисное множество слов истратил я и не имел никакого успеха и не приобрел себе ничего, кроме того, только что меня заключили вузы и еще не избавил меня Бог от этих куст. Так опять посылает меня к тем же зверям. Ничего такого он не сказал и даже не подумал, но имел в виду только одно, как бы исполнить повеление владычи. И так как сам не мог, то исполнил его через ученика, говорит, прочти им и объяви все бедствия, потому что я содержусь в темнице. Таким образом, говорил Еремия, описал в книге Варух. Было время поста, когда происходило это, наступал праздник, призывавший всех в столицу. Следовало быть общему собранию, так как о необходимых предметах надлежало рассуждать в собрании. Варух пришел к начальникам и прочитал слух начальника все слова сии, сказав и причину, говоря так, может быть, говорит, пойдет молитва моя ваша перед лицом Господним, чтобы они не подумали, что он говорил как обвинитель, но узнав, что он пришел врачевать, и их сделали более кроткими. Что же они, тогда как следовало изъявить благодарность, похвалить и поделиться, они ничего такого не сделали, но пошли и донесли царю написанным в книге, а книгу положили в доме Илиосама и послал, говорит имя царь Иуды, одного из предстоявших ему, приказал принесть книгу, и сел царь в доме зимнем, потому что был девятый месяц, то есть ноябрь, называет его девятым, считая от марта, это надо назначить в точности, потому что если бы он считал с сентября, то не могла бы быть тогда зима, для чего же я об этом присоединена, это ясно узнаешь из последующего. И перед ним горел жаровня, горячие, говорит, уголья были, потому что было холодно. Видите ли, как ничто не опускается в божественном писании, и огненные горячие уголи были перед ним, и вельможи стояли около него. Принесена была книга, исполненная предсказанием о бесчисленных благах, потому что предсказание о бедствиях было избавлением от бедствий, и была читаема. Припомните, прошу вас, обещание. И когда прочитывали три листа, то он, взяв бритву ножичек, отрезал и бросал в огонь, доколе не кончился весь свиток. Видишь ли, как он не щадит даже и книг, как не воздерживается даже и перед божественными писаниями. Так, как в книге говорилось о пленении Иерусалима, то он изрезал ее, и не нашедший пророка, излил свой гнев на книгу. А кто так не истуствует против неодушевленных вещей, тот, чего не сделал бы, если бы нашел одаренного душою, как дикие звери, поймав сражающихся с ними, после того, как эти убегут, оставив в устах зверей свои кожаные одежды, терзает самые кожи, чтобы удовлетворить своему гневу. Так точно поступил и царь. Не нашел он того, кому принадлежал свиток, и изрезал самый свиток, а не только изрезал, но и бросил его в жаровню, чтобы не осталось и следов тех письмен. Но еще не всю узнали вы ярость его. Вполне же узнаете, если тщательно вник ити в повествование. Не сказано, что он прочитал всю книгу и затем сжег, но когда прочитывалось, три листа или четыре, то он отрезал. Не дождался даже окончания чтения, но в самом начале тотчас ожесточился. Потому небезопасно было для пророков ясно предсказывать иудеям все будущие бедствия. Если царь не мог терпеливо слушать о временном плене, то как он перенес бы, узнав о плене постоянном. Но и на этом он не остановился. А послал, говорится, везде искать пророка. Однако ж не нашел его, потому что Бог скрыл его. Этого Бог прикрыл тогда местом, а прочих пророков неясности их сказаний. 462 И из этого только нам будет видно, что говорить иудеям о будущей чести и славе язычников и обожидающем их самих бесчестий было делом слишком смелым и свойственным душе, явно бросающейся на опасность. Но и слов Павла. Он видит одного из пророков, открывшего кое-что немногое из этих пророчеств и сказавшего яснее остальных как о наших благах, так и бедствиях иудеев, изумился и удивился его смелости и сказал Исаия дерзает и говорит я найден не ищущими меня римлянам 10-20 я сказал язычники и призвал язычников которые не знали имени моего а если его предсказание не сопряжено было с опасностью то для чего Павел сказал а Исаия же смело говорит меня нашли неискавшие меня это поистине величайшее обвинение против иудеев неискавшие нашли а искавшие не получили не слышавшие уверовали а слышавшие растяли Христа потому он и назвал Исаию смелым действительно величайшей было смелостью стать среди обличаемых и произносить обличение без пощады явно в пророчестве своем лишая их чести а других предоставляя подавающим и тем славу другим судилище слушателей его все состояло из его обвинителей а при враждебных судьях кто может избежать опасности поэтам апостолы говорит Исаия же смело говорит впрочем я хочу доказать вам это еще яснее в писаниях неясно сказано об иудеях и об нас для того чтобы иудеи прежде времени не поняли говоримого свидетелем этого я представляю великласнейшего Павла говорившего свыше трубу небесную сосутый избранный друга жениха Христа я обручил вас говорит единому мужу делая чистую представив Христу 2 Коринфянам 11.2 такого представляю вам свидетеля ясно утверждающего что именно для этого ветхозаветнем писании прикрыто нечто но не все если бы всему надлежало быть неясным то напрасно было бы и возвещать тогдашним людям но в пророчествах говорится и о временных тогдашних войнах моровых язвах голоде говорится и о том что происходит ныне о призвании церкви отвержении синагоги отменении закона Богу угодно было чтобы о последнем иудеи не знали а о первом происходившем в их времена знали это самое я и постараюсь доказать то есть что Бог оставил неясным только обстоятельства касающиеся нас и синагоги события настоящие и отменение закона этого им не следовало знать с тогдашнего времени если бы они сначала знали что закон дан на время то конечно призрели бы его для того то Бог и сделал его прикровенным а что не всякое пророчество было неясным но только эта часть была прикрыта послушай Павла который ясно показывает нам то и другое то есть что закон был прикровен и только в этой части спасание коринфянам он говорит так имея такое упование мы действуем с большим дерзновением а не как Моисей который полагал покрывало на лицо свое потому что сыны Израиля не могли смотреть на конец приходящего ибо ослеплены помышления их и даже до ныне покрывало лежит на лицах их причтении ветхого завета но оно открывается Христом когда они к нему обращаются слова эти может быть не ясны потому нужно пояснить их напомнив вам самую историю когда Моисей приняв на горе скрижали намеревался сойти оттуда то от святого лица его сияла такая неизреченная и дивная слава что никто из народа не мог подходить к нему и беседовать с ним потому что чтобы не быть совершенно недоступным для народа он налагал на лицо своего покрывала и таким образом доставлял иудеям возможность безбоязвенно обращаться с ним он имел это покрывало беседуя с народом а обращаясь к Богу опять снимал его это происходило как для того чтобы законодатель приобрел доверие от тех которые имели получить приносимый им закон так вместе с тем и для того чтобы в нем предначертан был образ истины и преднаписана была причина домостроительства Христова так как некоторые имели сказать почему Христос пришел не с обнаженным божеством но облегся плотью что залога прежде посредством лица раба были предупреждены все такие возражения если славу раба впоследствии времени приданную ему иудеи не в силах были видеть то как могли бы они потом смотреть на обнаженное божество 463 и не только на это указывает нам Моисеева покрывало но и на то что иудеи испытывают тоже в отношении к закону что испытывали они тогда в отношении к лицу Моисея как не созерцали они славы лица законодателя от того что препятствовала лежавшая завеса так не могут они теперь видеть и славу закона это нужно нам и против еретиков подумав что сказанное служит к осуждению закона они ухватили за это место послание услышав что закон имеет покрывало и что он перестает и приняв это за порицание они оставили писание чтобы водиться собственными умствованиями между тем это самое свидетельство это величие закона как тогда не служило к осуждению Моисея то что он имел покрывало на лице а показывало слабость иудеев для Моисея же было даже величайшей похвалою когда лицо его блистало такой славой что ему нужна была завеса для подобных ему рабов так случилось и с законом если бы закон имел неприступной славы то не было бы нужды их покрывали поэтому когда апостол говорит что покрывало остается у них причтение имя ветхого завета то выражает его неясность когда же говорит но открывается оно христом то указывает нам на ту часть закона которая неясна та часть закона которая учила нас жизнь и поведение не была неясна иначе он был бы дан напрасно а только те части его были прикровенны из которых мы могли узнать что закон через христа упраздняется подлинно и это было делом премудрости божией ввести закон говорящий о себе самом что христос пришедший упразднит его и что во христе он прекратится итак та часть закона которая говорит что во христе закон прекратится это только и неясно это самое выясняя великий павел и прибавляет но оно открывается христом чтобы ты услышал что покрывало причине ветхого завета прибывает не подумав будто весь он неясен и прикровенен апостол этим прибавлением исправляет такое недоразумение недоумие сказав что покрывало причине ветхого завета прибывает он присокупил но открывается Христом, то самое, говорит он, неоткрыто, что имело упраздниться во Христе. Впрочем, неоткрыто для тех, кто не приступил к вере, а приступивший, получивший благодать Святого Духа, ведь закон уже не под покрывалом, но созерцает открытую его славу. Слава же закона состоит в том, что он мог научить, но что во Христе он упраздняется, чтобы ты знал и это. Видишь ли славу закона? Истинная слава его в том, когда он может руководить тебя ко Христу, а руководить он тогда, когда разъясняет, что сам он упраздняется. Следовательно, отсюда наносится еретикам смертельная рана. Если бы закон был противен и враждебен Христу, и не им дан, то Павлу не следовало бы называть славою закона то, что он может научить приступающих к нему, что через Христа он упраздняется. С другой стороны, если бы закон был худ, то не следовало бы снимать с него покрывало, он лежало бы оставаться ему прикровенным и после благодати. Если благодать делает приступающих к ней более проницательными в деле разумения закона, так что отсюда не получает начало и все побуждения к вере во Христа, то какой кто-либо мог бы привести лучшие доказательства с родства закона с благодатью, как не то, что Христос открывает очи приступающих к нему, чтобы они могли видеть руководство закона. А закон, открывшись и сделавшись ясным, возможно с большей легкостью руководить разумеющие дела Христовы. Так, это показывает, что не Христос не враждует против закона, не закон против Иисуса. Но совсем напротив. Закон предуготовляет людей к этому великому любомудрию, а Христос принимает их оттуда и возводит наверх совершенство. За все это возблагодарим человека, любивого Бога, устрояющего все в надлежащее время и многоразлично соделывающего наше спасение. И будем посильно вести жизнь, достойную его человеколюбия и такого промышления, чтобы нам получить и будущее благо, которых досподобимся всем и благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава во веки веков. Аминь.